Привет, ты снова из детьбу. Вот, Ожен, давайте с вами тогда начнем. И для начала повторим диапричастие, потому что есть те, кого не было на прошлом занятии, чтобы еще раз, ну и всем остальным, наверное. Итак, в ладмутском языке очень распространены диапричастия. Это та часть речи, которая дает некоторый оттенок к основному действию. Вот, в ладмутском языке можно выделить две большие группы диапричастий. Вот, я бы сказала, что более употребимые и менее. Вот, и те, которые более употребимы, они очень часто встречаются, но опять-таки их очень стали часто заменять кальций с русского языка. Потом об этом тоже скажу, немного и на прошлом занятии об этом говорили. Вот, сейчас смотрим, какие суффиксы диапричастия у дневского языка очень часто встречаются. Они встречались уже и вам. У кого-то очень шумно. Вот, смотрите, суффикс «та». Кто-то очень слушает. Лучше выключите, у кого включен. Марк, это вы, видимо, единственный, у кого еще включен микрофон. Да, выключу сейчас. Да, вот, смотрите, суффикс «са», он дает ответ на вопрос «как, каким образом». То есть он дает оттенок действию. Он сидит, распевая старые песни, он сидит как, распевая, да? Он, войдя в избу, сел за стол. Как он сел за стол, войдя в избу? То есть здесь действие может быть как одновременное, так и последовательное. То есть одно за другим. Здесь вы могли бы сказать «корка, пырис, но джек, щеры, пукщис». То есть вы могли бы сказать первую вот эту деятельность через глагол и вот здесь глагол оставить. То есть сделать последовательность через глагол. Но здесь и более компактно, и более красиво, что ли, звучит, если, войдя в дом, он сел за стол. Дальше суффикс «ку», он отвечает на вопрос «когда». То есть это временной суффикс «правремя». Когда ты ешь, много не разговаривай. Вот здесь очень часто вот это «ку» заменяют уже по аналогии с русским языком, делают придаточное. Ку-тон-пу-кищ-код. Об этом мы сегодня еще будем говорить о придаточных отдельно. Ку-тон-пу-кищ-код. Когда ты сидишь, то есть делают кальпус русского языка. В то время как совершенно спокойно можно было за счет одного суффикса решить вот это придаточное предложение. Или ку-ке еще такой союз встречается. К суффиксу «ку», где при части «ку» могут добавляться лично протяжательные суффиксы. Например, да, вот здесь «шишка-куды», «дэ» указывается, что речь идет о тебе. «Шишка-кум» – это обо мне. «Шишка-куз» – «зэ» – это всегда третье лицо. «Шишка-кумы», «шишка-куды», «шишка-кузы». Суффикс «тэ» – это отрицание, то есть они идут вот в «са» вместе, то есть «са» – это наличие какого-то оттенка действия, а «тэ» – отсутствие этого действия. «Верашка-тэк-куке» – «сидит, не разговаривая». Если бы действие было, то мы бы вместо «тэк» ставили «са». Уехал, ушел или уехал, не увидевшись, не повидавшись с мамой. «Аджи-са» – был бы антоним. Дальше идет суффикс «тож», у него нет аналога в русском языке, поэтому, наверное, еще более сложный для использования в каком-то смысле. Суффикс «тож» указывает, у него есть несколько значений. Вот давайте прямо на примерах посмотрим. Сделали дорогу, пока не похолодало, то есть успели до того, как похолодало. Дальше степень действия до какого-то состояния. До захода солнца. Я работаю до устали. То есть здесь вот степень, как работали, до заката, до усталости и так далее. И есть вот еще такое противопоставление основному действию. «Тэкпук и тощ» – «юрты ва». Вместо того, чтобы сидеть, сложа руки, поработал бы. То есть вот этот «тощ», он в зависимости от контекста может иметь три значения. Дальше суффикс «мон», который… А, и также суффикс «тощ» может присоединять лично-притяжательные суффиксы. Суффикс «мон», его вы знаете чуть ли не с первого занятия, «валамон». Да, то есть понятно. Это как в английском был вот этот суффикс «ворожат меру» или «степень возможности». И дальше были менее употребимые суффиксы, две причасти, которые все чаще заменяются какими-то более понятными формами, то есть больше каликс русского языка. Здесь у нас вот эти суффиксы, они в большей части указывают на причину. Причину наличия чего-либо или отсутствие этой причины. Например, да, шоканы омыр тэрмым тэйэн или тэрмым тэйэш, то есть по причине того, что не хватает воздуха. Или вот синонимичное куаш зорэмен, да, по причине дождя. Вот форма тэрмым тэйэш, она, мне кажется, реже употребляется, то есть употребляется чаще тэрмым тэйэн. Вот, мэтэйэн и эмэн, эмэн, емэн, вот эти вот две формы, они часто употребляются. То есть одна положительная, куаш зорэмен, потому что дождь был, да, дождь шел. А тэрмым тэйэн – это отсутствие чего-то. Вот, дальше эмэш, емэш очень часто тоже встретите, когда одно состояние переходит в другое. Здесь обычно управление глаголов. Глагол дугдыны и сайканы. Да, дугдыны останавливаются, то есть мы одно движение сменили другим. Сайканы тоже одно состояние сменилось другим. Вот, и еще вот этот, еще один супер, здесь редко употребимый тоже мьян. Мне кажется, что вы его вообще очень редко будете встречать, просто знаете, что он есть. Вот, и давайте посмотрим пару примеров еще, как это сейчас заменяется в том числе. Вот смотрите, зорсерентросгубипотис. «Из-за дождя много грибов вышло». То есть вот очень часто уже вот эта такая кальпка идет. Сэрэн – это послелок, послелок, который указывает на причинам. То есть из-за дождя много грибов вышло. Или вот более такая аутентичная вот муртская конструкция. По причине того, что погода дождила, вышло много грибов. Да, как раз вот через этот суперс редкоупотребимый, все реже употребляемый, который указывает на причину, на наличие чего-либо. Вот, и поскольку для русскоговорящих и вообще для русской логики вот это первое предложение более понятно, соответственно, оно постепенно вытесняет второе. То есть вот это же как бы калька с русского языка, просто у нас не предлог, а послелок. Поэтому вот это предложение сэрэн, из-за, будет встречаться все чаще. Дальше смотрите еще парочку примеров вокруг одной и той же ситуации, да, вот с этими суффиксами. Куаш зорим тэйен губи уход. То есть здесь у нас, видите, мутэй, это было уже встречалось у нас в неочевидной форме прошедшего времени, это всегда отрицание. Зорим тэйен, мутэйен указывает на отсутствие какого-либо признака, какого-либо действия. То есть куаш зорим тэйен губи уход. Из-за того, что погода не дождит, грибы не выходят. Куаш зори ку, дорин ку кишкомы, да, суффикс ку указывает на время, период. Когда идет дождь, мы сидим дома. Вот это такое типичное модское выражение, зори сауэ. Когда длительно идут дожди, буквально переводится как погода живет дождя. Уны, да, знакомый глагол. То есть последние дни погода, ну или последние дни идет дождь. То есть он идет постоянно. Вот это живет дождя, это указывает на продолжительность процесса. Куаш зори тэк ке ма уэ и ни. Зори тэк, да, тэк это отсутствие какого-то действия. То есть это антоним зори са. Ке ма уэ и ни уже долго без дождей. То есть уже давно не идут дожди. Куаш зори на куцк и тэк у жамы. То есть мы работали, пока не начался дождь. То есть предел какой-то во времени. Здесь именно надо было написать куцк и тэк, то есть нельзя было просто зори тэк написать, потому что это немножко было бы другое значение. Здесь вот если бы было куаш зори тэк, то есть это было бы синонимично конструкции с куцк. То есть до какой степени, до какого состояния, до того, как дождь идет. До тех пор, пока дождь шел, мы сидели дома. Давайте посмотрим домашнее задание. Субсчет, пигет и бан, 201-я страница. Так, кто у нас здесь есть? Сейчас я запишу вас в список, чтобы вас вызывать. Марина, сейчас начало? Нет, лабр-лабр. А, лабр-лабр, да, давайте. Да. Так, 201-я страница, лабр-лабр. Так, Марк, Маша. Так, Умой. 201-я страница. У всех есть или открыт вот этот экран? А мы, по-моему, часть сделали уже ее или нет? Да, надо было тут доделать. Вот до куда мы дошли с вами? У вас отмечено? У меня отмечено, что мы не сделали вот гужем, гуртын, турнаны. Вот это уже нет. Три предложения в первом упражнении. Все, понятно. Марк, давайте тогда первым. Инициатива наказуема. Да, извините. Так, уже гуртын, турын, турын, турнаса, наверное, улыны, углуя. А напомните страничку? 201. Давайте начнем с глагола. Тут будет много давать глагол. Турнаны, косить траву. Нет, глагол основной. Так, улыны, углуя. Улыны, углуя. Не проживешь или там нельзя? Да, не проживешь. То есть у вас получилось, лето в деревне, кося, не проживешь. Наоборот, турнатэк, конечно. Турнатэк, да. Умой? Артем? Какой? Артем какой? У нас есть Тема и есть Артем. Ми, университет Ищ, Шишкеса, Кошкимы. Мы уходили из университета. Мы, уходя из университета, а мы поели, уходили. Нет, мы... Ушли. Мы ушли. Поел. Мы пошли Шишкетек. Да, можно тут два варианта. Или Шишкеса, поев, мы ушли, да? Или Шишкетек, не поев, ушли. И так, и так может быть. Мне больше поев нравится. Хорошо. Маша? Кузёк, Кошно, Кал, Кыскыса, Пырис, Номелиму, Ческыт, Елын, Учалкиф. Жена заходила... Кузёк, Кошно, можно сказать, хозяйка. Да, то есть жена хозяина, хозяйка. Очень часто в семьях, я не знаю, может быть, у вас тоже это встречалось, что у бабушки и дедушки, когда в обществе других людей дедушка, там, бабушку, например, называл хозяйка. Когда я как заходила и подоила корову и угостила, но с вкусным молоком. Мне кажется, Коскытой. После того, как подоила, разве нет? Кыскыса. Как подоила, как подоила, как подоила, кыскыса. Нет, сначала подоила, подоив, то есть закончив дойку, тоже. Но вот если вы скажете, Кужёк, Кошно, Скал, Кыскыса, Пырис, это будет указывать на то, что она подоила и зашла. Для носителя это это означает. Она же не может заходить до я. То есть она подоила и зашла. Представить себе. Ну нет, это из области фантазии. А тут предела действия во времени не будет? Нет. А мне кажется, Коскытой показывает действие раньше или позже. Да, вот тут именно, что это действие совершилось, и она потом зашла. Здесь тоже никак не подойдет. Потому что это было бы скалкой, скыточкой, до того, как подоила. Да. Или там, если бы не Пырис была, а какая-то другая конструкция, скалка, скыточкой, вместо того, чтобы доить корову, лучше бы быка покормила. Ну что у них такое? Вот в таких конструкциях допустимо. А здесь именно последовательность некоторое действие. То есть там, где вы можете заменить Кужёк, Кышно, Скал, Кыскиз, но Пырис, то есть если бы вот это две части заменили глаголом, и ничего бы не поменялось, то тогда СА можно ставить. Нужно ставить. ЕЛЫН УТЯЛ ТЫНЫ. УТЯЛ ТЫНЫ, да, это угощать, предлагать еду. Так, МЫНИЧКО МАЙЗВАНЬ, здесь же ТАБА МЫНИ, как-то эти упражнения, здесь же на этой странице Тёма. То есть здесь надо из двух предложений сделать одно. Это про пищу Тайват, которая, да? Да. То есть дедушка сидит в кресле, он спит. Надо из-за... Пищатай креслоин ижи сапуке. Шо нет. Пищатай креслоин ижи сапуке. Сидит, ну, спя. Надя. Вот я так и знала, что мне достанется то, в котором я сомневаюсь. Ну как в Башкаре такие конструкции любят. Сунды, пуксику, квасик и зит, корешки. Правильно. Да, правильно. Когда солнце село или когда солнце садится, погода похолодала. А тут надо лично притяжательный суффикс? Да, пуксику или пуксикуз. Я бы не ставила. Я бы не ставила. Так, Надя, где раз. Юля. Тут у нас есть отрицание. Да, 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 я вижу. Маша урок седышит тетек. А, да, школа Еменис. Шонер, да, правильно. То есть мне, выучив уроки, пошла в школу. Уной. Марк. А вот это гали до разбертис. Да, гали до... Значит, тогда так получается. Гали магазине пыры тек, щион йон башты тек до разбертис. Шонер. Да, как это мы переведем? Да, али, видимо, это гали-то или галя? Галя. Галя, да. Галя вернулась домой, не заходя в магазин и не купя еду. Шонер, да. Артем? Поля Кима, библиотека, семинарлы, да сейчас киса, пукис. Шонер. Шонер, правильно. Он сидел и готовился. Да, сидя готовился. Или пукиса, да щащищ кис. Пукиса, дащи, вот. У меня тоже пукиса, сидя. И так, и так можно, да. Может, стоя, может, он стоя там готовился. В смысле сети библиотеки, находясь в библиотеке. Ну, это оригинальная библиотека, где пупитры. Что? И так, и так можно, да. Так, Маша. Я ржу над вашими комментариями, Юлия и Марк. Не надо зацениваться. Мартин, университет Орбан. Мартин, университет, Дарын, Сылыса, Катя Езну, Вика Ез, Вожма. Мартин стоит возле университета и ждет Катю и Вику. Да, и можно было наоборот. Я, кстати, наоборот написал. Ожиная, Катя и Вику. То есть, или одна пункта, даже, точнее. И так и так можно. Умой, Тема. Николай Петрович, собрание. Лыктыку тушдертыс. Можно так, да. То есть, он... Как-то сложно, по-моему. Он, как ты сказал, лыктыку стушдертыс. То есть, он настолько спешил уже. На собраниях, когда шел, уже спешил. Можно так, да. Или еще как можно сделать. Тушдертыса собрание. Да, тушдертыса. Умой, Надя. Ой, у меня упало. Валя кабинеты шпоты, но кинлы, но... Нет, нет. Но кинлы важит так. Но кинлы, но важит так. Обычно это отрицательное. Но кинлы, но они как-то вот любят но еще вот это. Но кинлы, но важит так. Так, можно ли сделать иначе? Валя кабинеты шпоты. А почему поти? По тиса, но кинлы не... Надя, а почему ты поти сказала, а не поти? А какая разница? Ну, поти это я, а поти она. Поти, же я сказала поти. Я слышала, извиня. Помехи. Смотрите, здесь может быть и вариант валя кабинеты шпоты, но кинлы, но азвайджелы. Выходя из кабинета, она никому ничего не сказала. А вайджелы кому-то что-то сказать. Или вот как было у Надя, можно. Умой, Юля. Миша, шумпоты сайт, а Леша тут сканеманы. Ну, либо Миша, Италия, шумпоты сайт, а Леша тут сканеманы. А, ты так быстро прочитал, я думала, что ты читаешь эти же предложения. Я не попросила внимания. Прогрессируем мы ведь. Молодцы. Прогресс. Так, Миша, моя звань, Марк. Петя, футболочка са, диван вылынка ле. Я наоборот. Да, тоже хорошо. Петя, футболочка са, диван вылынка ле. Артём? Маша, книга Ли... А, сейчас. Кижин, Неса, Лиджо. Ну, как... Лиджев. Чихая? Чихая? Чихая читает книгу, да. Мне кажется, когда читаешь книгу, слово. Когда? Через Ку, наверное. Книга старая, пыльная, она её читает и чихает. А, Маши, книга Кижин, Неса, Ку? Нет. Нет, она не когда чихает, читает. Она читает и чихает. Когда читает, чихает. А, когда читает, да. Окей. А, Маши, книга Лиджи Куз, И, Ж, Н, Ле. З нужно. Да, вот здесь, если вы З поставите, это будет хорошо. Потому что, если не поставить, это не ошибка. Почему здесь З? Во-первых, это, ну, как бы, живой человек, да. Мне кажется, вот, когда про Солнце, мы не скажем через З. То есть, это именно лично-притяжательные суффиксы относятся, скорее, к живым объектам. Вот, и, во-вторых, тут нету второго объекта действия. То есть, нету второго человека, который какое-то действие совершает. Поэтому тут спокойно вы ставите З и знаете, что это про неё. Её, про неё одно только. Вот. Но если вы не будете ставить эти лично-притяжательные, это не ошибка. Угу. Умой. Так, Артема, Джиз, Маша. Анай, Ён, Дэхатэк, Савранье, Кошкис. Шо, нет. Мама, не приготовив еду, ушла на собрание. Угу. Умой. Тёма. Успиос, Вылыш, Куарьёс, Ущё, Бергаса. Шо, нет. Бергаса, Ущён. Умой. Так, ещё Татан, упражнение Славна. Тут ещё были упражнения. Третья ещё. Но там дофига упражнений ещё. Да, третья. Куинетия. Здесь надо было тоже поставить, где причать. И тут вам подсказка была, вопрос. Угу. Надя. 202-я. Кыш, Кокет и Банк и Нечи, Упражнения. Можем сначала прочитать само предложение и потом сделать из него. Можно сейчас эксперимент. Ой, лучше прочитать. Как проводил бабушку? Как ты проводил бабушку? А, да? Я вот... Пумитаны встретить. Как встретил бабушку? Ага. Встретил бабушку, радует. Так, и давай вот следующее предложение уже самостоятельно. Ой, столько незнакомых слов тут, Космар. Кызе дечкыл... Дечкылашкот эште. Шудбур и жены. Боже мой. Ну тут шудбур с тежеса? Да. Попудова. Да. А перевода у меня перевода... Смотрите, да, вам даже не столько важен здесь даже перевод. И вот вы должны уже немножко воспринимать удмутки как схему некую, да? То есть вот ты здесь видишь то, что в скобках это должно стать диетричастием. И у вас есть вопрос к эште. Вы его, наверное, узнаете, да? Но перевод тоже не помешает. Нет, мы переведем. Да, мы переведем. Не просто я говорю, что чисто схематически даже. Дечкылашкот, ты уже видишь, что это глагол. Может быть, ты не знаешь его значение. Но ты видишь вот то, что на Д заканчивается, это значит второе лицо. И значит, из него ты уже можешь сделать первое лицо. Мон. Просто оттекая Д. Все. Как бы работая уже чисто на интуиции, на схеме, на понимании. Как у нас получилось предложение? Сейчас мы его переведем. Дечкылашкот, шутбур, сижица. Кого? А кого? Эшме. 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 Да. Видишь, тут тоже Т. Это аккузатив с лично-притяжательным суффиксом. И мы переделываем на эшме. Эшме, шутбур, сижица, дечкылашко. То есть мы стараемся закрыть предложение глаголом в конце. То есть диетричастие будет опережать глагол. Шутбур, сижины, это желать счастья. Сижины глагол желать, да? Шутбур, счастье. Дечкыланы, поздравлять. Эш, друг. То есть я поздравляю моего друга, желаю счастья. Умной. Юля. Ой, сейчас, секундочку. Шеен, торшеса, дашай. Шоне. Перевод, беру к тыщу вам. Господи, еду готовлю. Господи, на, на, торшуны. Та? Стараюсь. Старательно. Старательно, да. Приготовила тут прошедшее время. Приготовила, да. Умой, Мар. Кажи верошки профессорен. Гажаса профессорен верошки. Профессорен, гажаса верошки. Да, уважительно. Да, поскольку дейопричастия относятся к глаголу, то они будут тяготеть друг другу. Профессорен, да, гажаса верошки. Умой. Артем. У тебя что-то вечное вот с питанием вот это. Поехали, поехали. Сисканы. Сисканы. Кажи щурес влепутит сисканы. Да, надо отрицание. Здесь уже точно надо сделать отрицание. Сколько это не надо читать? Ну да, ну то есть выйти в парк... Просто не читай. Не поев. Мне просто так легче сейчас сообразить. Дома надо было соображать. Вчера вечером, когда домашнее задание... Ага, Юля, ну все. Вот это ворчит. Ну, не оттайны. Как это, фрекенбук. Вот, да. То есть вышел в дорогу, не поев. Да. Кажи, щурес влепутит сисканы. Вот, кажи, Юля, сейчас я буду говорить. Кажи мы заменяем уже депричастием. То есть вопрос был, как ты вышел на дорогу? И нам надо сделать ответ, не поев, я вышел на дорогу. То есть кажи мы заменим уже депричастием. И нам здесь, в этом предложении, надо глагол по-ти, как заменить формой я выше. То есть кажи не надо уже произносить и переделываем еще главу. Ага. Отрицательно, потому что... Велтем или овелтищ, как-то так. Велтем, по-моему. Ольга говорила же уже. Сложная логика удмуртского языка. Нет. Спрощенное слово. Велтем? Ну, это для лингвистики придумали слово это. Что это отрицательно будет так называться. А велтем это в смысле отрицательная форма? Так, Маша. Гости пришли домой, не позвонив. Да, здесь вот что нет. Ну, мне, наверное, домой. Нам. Дора-ды это к вам. Домой. Ды, да, суффикс ды это к вам. Мы не шкоды, мы нозы. А как будет к нам? Дорамы. Да, правильно. То есть здесь куноц, дорамы, жингер, тетек, вы кто? Или вы ктис. То есть не позвонив, приходят к нам в гости. Умой. Тема. Кыжи профессор книга «Гожья». Книгу профессор написал, да? Как? Как он пишет? Как профессор пишет книгу? Тебе здесь надо кыжи заменить вот где причастие трос малпачкны, много думая. Тросма, малпачка Исаев, профессор, книга «Гожьячко». Гожья, профессор. Тут вот ничего не меняется, потому что профессор пишет. А может быть малпачкны, тек, он же профессор. А тут нету «Голка». А тут нету. Да, только старайтесь, где причастие ставить непосредственно перед глаголом. Это более удобное звучание и конструкция. То есть профессор, книга, трос малпачкны, тек, Гожья. Умой. Надя. Ага. Кыжи орчитыть гужем де. Гужем, гужем де. Так, смотрим, да? Ужат тек, но... Кыжи орчитыть гужем де. Я бы вообще сказала гужем. Я бы вообще сказала гужем. Гужем де. Ужат тек, но мозмуса орчит. Гужем ме. Да, вот смотри. У тебя то же самое было. Эште. Твоего друга. Гужем ме. Мое лето, да? Ах, кузатик, слично притяжательным. Орчитыть. Ге. Это ты. Вит, а я будет орчит пи. И здесь смотри. Ужаны надо поставить... Ужат тек. Нет, наоборот. Нет, мне кажется, как раз не работая, скучая. Да. Да. Тут везде запятые, непонятно, к чему относятся Амвел. Казнить нельзя помиловать, да? Давай, Гнадя, как ты сделал? Давайте по Фрейду, что у тебя получилось? Ужат тек, но мы зми са. Гужем ме орчиты. Душу мой. Понятно. Так, Юля. И здесь мы переходим на другой тип уже. На ку. Когда? Да. Ку вика трос. Туз пуктем йо слыштем. Питер. Питер. Ре. Ветлэ кумы. Ветлэ куз. Почему? Потому что она. Когда Вика ездила? Подождите, а лэштем мы ездили. Ветлэ куз. Это неопределенное прошедшее время. Лэштем Вика, лэштем Вика сделала, оказывается. А, ну тогда ветлэ куз. Вот, вот. Тогда ветлэ куз. Питера ветлэ куз. Вика трос. Туз пуктем йо слыштем. Соня. Юля мак. Да. Кутон ас машина ед ветлит пермэн лыни. Значит, мон пермэн улыкум машина е ветли. Машина е нэм. Машина ем, да? Машина ем, да. Машина еным. Ас машина еным. Машина еным все-таки, да? Машина еным, да. Мон еным ветли. опять пройду это судьба уже три раза когда ты еду делает очень часто вот с этим са будут парни такие глаголы, которые будут общее значение иметь сделать успел то есть здесь надо сказать что когда ты спал я сделал еду ага тон и жи ку да мон ши йон лэш тиса будь тти шанер да здесь тоже можно поставить д и жи куд да потому что здесь различие тон и мон то есть вот это д оно четко обозначает что это к одному персонажа а вот когда з и там оба в третьем лице непонятно к кому из них относятся поэтому спорно бывает а здесь можно д поставить да и не будет сомнений кому это действие относится умой маша кутон калон дырай двуит левизорин и варьоз кут мон кутки еще раз кутки кутки кут мон талон дорам вуи да шанер а маша преследует дорам дорад вот это умой а я хотела спросить есть разница если поменять местами и можно сказать монтелон дорам вуи телевизорин и варьоз кут 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 кэку везде ага а есть разница если менять местами вот эти ну в идеале глагол основной глагол должен закрывать все предложения то есть дорам вуи это все это финальная фраза должно быть все должно быть перед ним умой и мы смотрим еще один тип да предложение тема тебе достается вот первое то есть кучощ до какого то есть надо поставить с уффиксом тощ да это классно качиоси гуртё сын ужало до каких пор работают в деревне летом да летом то есть тут предел во времени будет указывать до того как солнце сядет гуртё сын шунды пухще тощ ужало шуньер да пока солнце не сядет умой дальше у нас Надя кучощ буси ужйоси биттоно зорьоз кучки ощ буси ужйоси биттоно кучки тощ кучки тощ а кучки тощ это еще нужна да у нас суффикс тощ он указывает предел здесь вот нам как раз его надо поставить и он добавляет а я схитрила я же хитрушка я взяла из вот этот ось из вопроса я же я смотрю по вопросу и все из него беру у вас так не говорят в обиходе эти формы не используют ну говорят наверное но я же такой половинчатый носитель что-то помню что-то нет говорят говорят скорее всего у вас как раз говорят больше чем в удмуртии на этими формами это очень частая форма это правда вот у нас на севере скажут только не тощ а Юля проверишь потом мама куцкачой вот так через че еще добавляют ну это от вятских пришло ульча почему правда да они на вятке же чекают а мы мы не говорим ка-чи мы говорим ка-цы да ка-цы мама говорит ка-цы поэтому где-то цы-каем где-то цы-каем а где-то чекаем а где-то чекаем может она тоже чекает кстати проверьте своих чешесть чи чи даже не знаю как назвать сформировать так хорошо здесь разобрались как это будет переводиться не обсуждали так переводиться в общем пока не начнется до какого момента или к какому моменту заканчиваются полевые работы до какого момента нужно закончить полевые работы полевые работы нужно закончить пока не начисло дождь до дождей до начала дождей мой июля чего что нали ч Aug верному я поставил ударение первое предложение довольно тупое и начинается лучше предложение переводить я в словарь посмотрел я не смотрела давайте проверим дома посмотри быстро да пример читать парк вообще-то там помимо тебя еще говорят по-моему мне сказали читать вообще-то после тебя нарезаю до того как нарезаю не нарезав не дорезав так хорошо артем у яны плавать уяса уяку уятош 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 можно не переводить наверно все понятно да если есть про мнение то тут тогда Маша Ребят К Swedman это дарить подарить кузьма са кузьма кусьма кузьма тош кузьма са кузьма са кузьма кусьма тош и кузьма са Пыжи тощ, пыжи тек Шо не Юля Келяны провожать келяса, келяку Келя тощ, келя тек Шо не Марк Що ты не давать Що ты са, що ты ку Що ты тощ, що ты тек А в чем? Орчины Пройти Да, проходить как про время, так и про Движение Урчи са, урчи Урчи Тощ, урчи тек Умой И Маша Воспитывать И защищать, беречь Беречь В основном беречь, хранить Учи са, ути ку Учи тощ, учи тек Шо нет Угу И Так, Тёма Угу Значит, какие эти упражнения Второе упражнение Тоже надо из двух упражнений Сделать одно Общение слышно, Тём Совсем? Так лучше? Да Хорошо Что-то я тут понаписал, да? Студент Ёск И у Ёслы Дышит Сы Пищатэк Ураквы Так, ещё раз Можно и так Студент Ёс Кыл Ёслы Дышатэк Дышатэк Ураквы Дышатэк 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 Студент Ёс Уроквы Дышатэк Имеется в виду они языки Нет, если бы было слова То Кыл Ёс Дышатэк Было бы Ага Ну, мало ли Может, это и хобби Ладно Хорошо Урок выдащающий куса Кыл Ёслы Дышатэк Урок выдащающий куса Вот А может быть, они Учат языки Готовить к уроку Ой Ну, так это и сказали Нет Изучая языки Готовить к уроку Может быть, и так Ну, тоже не очень логично Все равно, да Хрень какая-то Ладно С лимфистической точки зрения Нормальный Все Да, грамматически Правильно сделали Это уже хорошо Так Молечко, мое звание Надя Официант Менюец Учкуйца Лыбья Что не Вот здесь уже нормально Или можно было бы Обратно То есть он Я сам Да Он Не, обратно Как-то странно будет Нет? Чего? Считай, смотришь в меню? Считай, смотришь в меню Ну да Нормально То есть он не помнит Из головы все И заглядывает Периодически в меню Точно нормально Можно было бы сделать Отрицательную форму То есть он такой Мягкий Да Он не глядя считает Или глядя в меню Не читает Так, и Юля Господи Калгон Пусть машина служит долго Калгон Ветрина у с девочкой С Акалгемы Шанер Угу Или Калгеса Ветрина у с девочкой Или прогуливаясь Смотрели витрины Может, так и так Умой И куинетис Марк А это вот Кыжи в рачке Дыше тысяч Милпиосын В скобках Милняны Миняны Это, по-моему, улыбаться Да Да Дыше тысяч Милпиосын Верачке Миняса Миняса Верачке Миняса Верачке Умой Аксал Дыртеса Дищачки Комы Чукна Берек Килищ Комы Ке Ке Переведем Чтобы было понятно Ага Ну Каким образом Нужно одеваться утром Если потом Сразу раздеваться Нет Опаздываешь Берек Килищ Комы Если Опаздываем Как мы Одеваемся С утра Комы Это и Раздеваться Тоже Берек Килищ Комы Это Пар Я Перевел Тоже Раздеваться Как-то Но Получилось Коряло Берек Лё Понятно Коварь 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 Написано Берек Комы Ну Меня Как-то Мысль В этом Направлении Двиг Ну Ну Вот Поэтому Здесь Надо Вторую Часть Оставить Если Мы Опаздываем Поэтому Ке Если Остается И Дуртуса Оставим Перед Главом Ну Да Я Просто Перевел Типа Если Мы Утром Быстро Спеша Одеваемся То Сладожно Раздеваемся Раздеваемся Наделись Логика Есть Ну Да И Кличко Мы Конечно Хитро Они Тут Сделали Приложение Умой Маша Клюзи Театре Мой Нашком И Чебер Дещач Каса Театре Мой Нашком И Шамер Угу Тема Красиво Одевшись Да Кази Ветлич Кады Автобусен Буш Инты Эвелке Угу Целы Натек Ветлич Кады Автобусен Буш Инты Эвелке Угу Буш Инты Эвелке Стоя Едем На автобусе Солоса Солоса Ани Солотек Да Не Стоя Буш Именно Тут Стоя Буш Инты Обылки Если Нет Свободного Места Автобусен Солоса Ветлич Комы Угу И Так Слово Надя Угу Кыжи Причкомы Аудитория Бере Крышкомы Кя Бере Крышкомы Кыжкаса Причкомы Аудитория Угу Аудитория Крышкаса Причкомы Умой Юля Кыжи Безе Кыжи Кыжи Безе Налпиана Ездоры Абрадаса А что такое Безе Безе Набежать Безе Не так Налпиана Ездоры Безе 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 Ша Нет Угу То есть Ребенок Маме Безе Безе Вера, ну первого не надо, да, туристы приехали, туристы едут, туристы фотографируют. Вот, каким образом туристы ходят? Туристерез, тузпуктыса, ветло. Тузпуктылыны, я бы сказала, многократно, а не тузпуктыса. Хорошо, тузпуктыса, ветло. Умой, шумер. Так, и Маша? Троз, людишка, са, дышатске, глаголы закрывают. Умой, Тёма. Ченгешишкамы, театре, мынычком. Вижу, мынычком, театре. Ченгешишкамы, са. Ченгешиш... Что за слово? Ченгешишса? Ченгешишса, споря. Да, то есть, Ищком мы отворяем, потому что Ищко — это первое лицо настоящего времени. Получаем основу Ченгеш. Ченгешица, театре, мынычком. Умой. Сколько идём в театр? Надя? Софёр, пассажир, рендер очки. Софёр, машина нуле. Видишь, софёр, машина нуле. Софёр, пассажир, рендер очки са, машина зе нуле. Разговаривает с пассажирами, ведёт машину. Да. Умой. Или разговаривает, ведя. Да, но тут у нас условия уже поставили. Ну, основное действие же ведёт машину. Там же основного действия. Да, ну кто ж спорит, Надюш? Ты. Я так, это риторически спорю. Ты всегда споришь. Это я с тобой спорю. Мне кажется, будет настолько отвыкли от людей, что уже любая возможность... Ой, я вчера в магазине поцапалась с тёткой. Юля. Ну, кто там вылез-то изрядно ощипанный, но не побеждённый после этого? Она. Так, Юля, давай, тонали. Радио Калжишко, гуштет кожи Яшко, кижи Калжишко, гуштет. Радио Калжи Са, гуштет кожи Яшко. Слушай, радио я пишу письмо. Умой. Марк. Как? Ты-шит, шки-ш, доска, дорин, селэ, вера дышит щен, юан, резли. Кижи, вряды шит, шки-ш, так значит, получается так. Ты-шит, шки-ш, доска, дорин, селы, са. Ты-шит, шли, это самое. Дышит, шлен, юан, плюс, юан, резли вера. перевести ученик стоя у доски отвечают на вопрос учителя все надо было и стих надо было перевести и знать наизусть давайте это на следующий рок оставим что у нас еще много давайте я все равно не сделала нет кема прикольная и вам заодно отправлю еще и песню поскольку мы с вами начали сейчас разговаривать строить предложение мне кажется очень важно про сложно подчиненное предложение поговорить и про союзы возможны как формировать вот эти предложения поэтому давайте посмотрим значит сложно подчиненное предложение если в русском языке вы хотите сказать предложение это будет уже сложное предложение если союзы употребляются есть главный придаточный это уже сложно подчиненное например да я сказал что ты вчера опоздал или я смотрю телевизор когда ты спишь и так далее как это будет выглядеть в удмуртском языке то есть у нас есть шесть типов такого рода предаточных предложений сложно подчиненных предложений и у них у каждого будут свои союза как русская когда что и так далее вообще изначально в удмуртском языке ну то есть это чуждая достаточно чуждая история языка потому что у нас были простые предложения если вы посмотрите тексты 30-х 20-х годов журналы газеты то вы увидите что просто простые предложения без вот этих предаточных вот эти временные предаточные или какие-то цели причины они все передавались за счет вот суффиксов за счет где причастие которые мы с вами посмотрели да это вообще интересно очень на самом деле я сделал одно открытие которое хочу проверить давай следующий раз да я в следующий раз да что это на самом деле не идея причастия вот давайте посмотрим смотрите если это предаточное времени то там будут такие маркеры такие союзы как у куки может быть пары кукесу ку когда тогда бери после того как дырья когда пока Да, давайте пример посмотрим. Комак выж улыщ по тембере, да, вот тут у нас есть бере. Мокосое машина и нызмирджиз. Бере, вы помните, он в виде после лога у нас встречался, бер, опаздывать, да, берекулина вот сегодня тоже было. Это все что-то сзади, задняя часть, вот, поэтому бере это то, что как бы осталось сзади. Поэтому здесь вот это бере очень часто идет с отглагольным существительным. Мы с вами отглагольное существительное последний раз делали, когда формировали неочевидное прошедшее время. По сути, это одно и то же. По тем, да, вот похоже на неочевидное прошедшее время, отглагольное существительное точно так же образуется. То есть, вот после того, как, вот это бере будет переводиться после того, как крыса вышла из-под пола, высунулась. Мокосое ее сбил машиной или врезался в нее машиной. То есть, вот запоминайте, как бы одно действие предшествовало другому действию. Мокосое, а зачем я тут, я написала Мокосое, Барди Са Мнэ Ва. Вот Ку и Куке абсолютно идентичны диапричастному обороту Ку, которое мы с вами сейчас делали. То есть, вот сейчас очень часто это уже заменяют вот эти союзы, заменяют диапричастие. Но правильный внуки язык, ну, диапричастие. Вот, дальше условное, условие КЕ, если, это мы с вами уже видели, да, когда делали условное предложение. И БЕРЕ, если раз, то есть опять здесь БЕРЕ, ну, немножко вот другое значение. КОРКАЕ С СУЦКИС БЕРЕ, МОКО ВИЛЬ УЛОНИНТУ ЧАНЫ КОШКИС. Раз его дом сгорел, МОКО ВИЛЬ УЛОНИНТУ ЧАНЫ КОШКИС. Здесь можно было бы написать... А вы слышите меня? Да. А, такая тишина? А мы микрофоны отключили. Хорошо. КОРКАЕ С СУЦКИМ БЕРЕ, МОКО ВИЛЬ УЛОНИТУ ЧАНЫ КОШКИС. И так далее. То есть, видите, тут можно было бы после того, как... Только здесь вот по-разному, разная форма. То есть там, где условное, раз сгорел его дом, а во временных, после того, как сгорел. Здесь нельзя поставить глагол вот этот СУЦКИС. Тут именно должно быть вот это глагольное осуществительное. Либо вы можете запомнить для себя как форма неочевидного прошедшего времени. То есть, если легче вам запомнить через глаголы, то есть там, где условия, раз, дом сгорел, там глагол очевидный. А КОРКАЕ С СУЦКИМ БЕРЕ, там, где время, там глагол неочевидный формы. Но мы еще... Я очень понял. Смотрите, вот первое предложение. КОРКАЕ С СУЦКИМ БЕРЕ, ВЫЛЬ УЛЬУНИТЫ, сейчас... Просто в переводе, просто в фокусе, скажем так. Смотрите, вторая часть абсолютно идентична. Первая часть. КОРКАЕ С СУЦКИМ БЕРЕ, раз его дом сгорел, МОКО пошел искать новый дом. КОРКАЕ С СУЦКИМ БЕРЕ, даже тут, по-моему, вот так. После того, как дом сгорел, МОКО пошел искать новый дом. То есть здесь про время... Ну, нет, тут про перевод, про восприятие. То есть раз дом сгорел, и тут после того, как дом сгорел. А, я, кажется, понял. Тут СУЦКИМ сгорение будет. Да. После сгорания дома. Да. А там глагол прошедшего очевидного. Да. Все, видите, как здорово. Вот, но это как бы уже такой вот прям адванс уровень. КОМАКЬОС КОРКА ПРИЯЗЫКЕ ВАНЩИ ОНЕЩИ САБУТТОЗЫ. Да, здесь вот у нас тоже условие. Если крысы войдут в дом, то они съедят всю еду. И помните, когда мы вот эту форму проходили, то условие у нас вот здесь глагол прошедшего времени. Не как в русском языке. Если они зайдут, то съедят всю еду. Если они зашли, то они съедят всю еду. И вот здесь, видите, тоже как пример такого употребления диет-участия. ЧИИСА БУТТОЗЫ, БУТТОЗЫ это УНИЧТОЖАТЬ, СЕВ УНИЧТОЖАТЬ, то есть доедят, съедят все. Вот за счет этих диет-участий очень часто совершенный вид глагола создается в адвансском языке. Вот, то есть это было условное предложение. Раз, если, да, вот эти два значения и два союза. Причины МАЛЫКЕ ШОНО, так как, потому что, и УГОЩУГО, так как, ИБО, потому что. То есть абсолютно идентичное по значению. Единственная разница, что МАЛЫКЕ ШОНО стоит по центру, в серединке, а УГОЩУГО обязательно в конце предложения. То есть смотрим. БОКО МОКОЭС ДО РАЗ ОТИС, МАЛЫКЕ ШОНО. Ой, а что ты у меня сюда прискочил? То есть БОКО МОКОЭС ДО РАЗ ОТИС, МАЛЫКЕ ШОНО, СОЛИ ОГНАСМА ЗМИТВАЛ. Вот видите, МАЛЫКЕ ШОНО стоит в центре предложения. БОКО ПОЗВАЛ МОКО, потому что ему одному было скучно. Или вот СУГОЩ, смотрим, как у нас СУГОЩ происходит. БОКО МОКОЭС ДО РАЗ ОТИС, СОЛИ ОГНАСМА ЗМИТВАЛ УГОЩ. То же самое значение на русский абсолютно идентично, просто положение вот этих союзов отличается. Как УГОЩ переводится? Так, как ИБО, потому что. И посмотрите, вот причина, да, вот то, что мы с вами проходили, это всё заменялось за счёт ДЕПЛИЧАСТИЯ. БОКО ОГНАС МОЗМЕМЕНЫ, МОКОЭС ДО РАЗОТИС. Да, даже вот это уберу, чтобы вас не слущать. То есть у нас вот одним словом можно было одним, две причастием заменить вот целое предложение. И вот такое компактное предложение было. Вот, дальше идёт цели, да, предаточная цель. Чтобы МЕД, БЛАБЛАБА, ШУЛСА, то есть вот эти две составные части должны быть. МОКО КОМАКЕС МАШИНА ЕНЫ, МЫРДЖЕ, МЕДСО ПЕКДЖОС ШУЛСА. Чтобы он убежал. МОКО врезается своей машиной в крысу, чтобы она убежала. МЕД ПЕКДЖОС. То есть вот эту повелительную форму, мы её проходили, вспоминайте. ПЕКДЖОС, да, это у нас будущее время, то есть МЕД плюс будущее время глагола. Здесь вот я вам запишу. ПЕКДЖОС ПЕКДЖОС БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ. И дальше смотрим, уступительное. Хотя, КЕНО, СУФЕКТА, ОЖИ КЕНО, хотя, несмотря на то, что. Смотрим примеры. МОКО ИРТЕМАКЕНО, ВОКО СОЕ КУАКАШЬ УГУЛЛЯ. Хотя, МОКО ИШАЛИТ, да, вот, КЕНО, тоже его надо ставить в конец предаточного, то есть нельзя начинать с КЕНО. Так, вот, КЕНО. КЕНО. БОКО, его не выконяет из дома. ИЛИ С, МОКО ИРТЕМА, ОЖИ КЕНО, ВОКО СОЕ КУАКАШЬ УГУЛЛЯ. ОЖИ КЕНО нельзя поставить уже в конец, оно тяготеет уже к началу предаточного предложения. То есть КЕНО стоит в конце предаточного, а ОЖИ КЕНО стоит в начале предаточного. ИЛИ С, МОКО ИРТЕМА, ОЖИ КЕНО, ВОКО СОЕ КУАКАШЬ УГУЛЛЯ. МОКО ШАЛИТ, несмотря на это, БОКО его не выгоняет из дома. И изъяснительное, наиболее частотное, наверное, все чаще вы тоже встретите вариант русификации, через что передают. Но у нас есть еще вариант, вот такой более удморский, ШУСА. МОКО МАЛПА, БОКО ВЕН, ИРЫС КУРШУСА. И ШУСА всегда стоит в предложении предаточном в конце. МОКО МАЛПА, то есть вот могли бы сказать уже в современном удморском МОКО МАЛПА, ЧТО БОКО ВЕН, ИРЫС КУР. Это совершенно калька с русского языка. Менее кальтично МОКО МАЛПА, БОКО ВЕН, ИРЫС КУРШУСА, когда мы заменяем что союзом ШУСА и ставим его в конец предаточного. И, конечно, были... Ну, сейчас вам здесь пример не смогу привести, наверное. Но вот все вот эти предаточные можно было заменить через еще глагольное существительное. Например, здесь вот можно было бы сделать по типу МОКО БОКО ЛЭМ, ИРЫС КУРЛУЕ МЕС ЧАРЛЮШМАЛПА. То есть что БОКО рассердился. О рассерженности БОКО подумал. В таком вот ключе можно было бы. Итак, то есть у нас есть вот эти предаточные. Надо запомнить, что есть те, которые встают в серединку, как МАЛЫ КЕШОНО. Ну, или, точнее, в начале предаточного. То же самое ОЖИ КЕНО тоже в начале предаточного стоят. В конце предаточного стоит УГОЩ, так как КЕНО, ХОТЯ, ХОТЯ, И. Также в конце стоит КЕ, БЕРЕ, КУКЕ, ну, вот КУ, вот это. Но КУ, КУКЕ я вас призываю все-таки делать через частный оборот. Вот это вот красивый адмутский язык мой. Давайте вот я вам дам домашнее задание, вот по этим, ну, чтобы вы поработали еще с этими предложениями. Что-то мы уже брали, что-то вы уже практиковали. Давайте вот сейчас БОКО-МУМОКО будем стараться уже пересказывать, вписывая вот идеи причастия, вписывая вот эти конструкции, да. То есть здесь, мне кажется, очень полезно будет вот эту форму взять, может быть, ее в меньшей степени вы употребляли, чтобы он что-то сделал, да. Или так, как, потому что... Ну, и ШУСА, конечно, часто будет встречаться. Так, давайте тогда перейдем к БОКО-МУМОКО, и есть серия, давайте вспомним, что там было, чуть-чуть омен на русском языке. Маша, вспомнишь, что там было? Это что, краткое содержание предыдущих серий или третьей? Нет, мы сейчас третью обсуждаем. Там сначала показывалось, как МОКО и БОКО спят, потом Ко говорит, кажется, он говорит, что хочет поесть какой-то вкусной еды. Да, правильно, правильно. То есть он захотел... Проходит мимо холодильника и говорит, что он холодный. Да, не пойдет страшный. Я его трогать не буду. Я вам здесь выписала слова, вот вы прям по ним можете идти и восстанавливать картину. То есть он говорит, я его трогать не буду. Потом смотрит на какую-то полку, в какую-то полку, спрашивает, что там такое, интересно. И падает сюда, окажется, что там мука. Ларь, вот обычно в амбарах подморских ларь, ларь это как, ну вот куда он упал, такой ящик большой, даже не знаю, у меня всю жизнь он был под именем ларь, поэтому... Да, и он падает, да? Куда он падает? Упал в этот ларь и стал звать на помощь Буко. Буко проснулся, сначала не мог найти его, говорит, где ты? Потом увидел, помог выбраться, а потом я не поняла, как они перешли к тому, что Буко нужно постричься. Я не поняла, из-за чего решили. По-моему, он сказал, что ты злой, ты злой, потому что ты заросший, у тебя волосы, как у волки. Да, что-то там было, лек. Да, тон лек, ну тоже можно сказать, через форму алкешону. Алкешону. Да. И потом он подстриг Буко. Очень креативно. Да, он подстриг его. Буко понравилось? Как я поняла. Буко понравилось? Нет. Нет, Буко не понравилось. Да, он не путался. Он себя не узнал. Да. На это, по-моему, Буко сказал, или все-таки Буко. Да, вот это хорошая фраза. Ярчи пиня вэл, Будуз. Марк, помолчи. Вы по-русски говорят так или нет? Вот я не знаю. Да. Говорят, говорят. Говорят. Волосы не зубы, а трассу. Да, да. То есть, вот он так говорит, и он потом, что там потом? Вот как переход, поняли, почему переход случился? Я не поняла. Ну, там просто сюжеты меняются с головокружительной быстротой. Нет, нет. Потому что он сказал, что у детей, есть традиция, что если у детей зубы выкидывают в покреп, что они новые вырастут. И он поэтому предложил волосы выкинуть в глубечь, чтобы волосы тоже поскорее у него выросли. Да. И он как раз поэтому полил водой. Да, да. Лё-лё пинь, там было слово, молочный зуб. Лё-лё – это молоко на детском, одмуртском языке. Вот. Я вот про такую традицию не знаю, потому что зуб обычно, вот Тёма тоже об этом писал в чате, да, либо собаки скармливают, чтобы зубы были крепкие, как у собаки, либо ещё вот брёвна дома, там есть щели, в них ещё кладут. Не знаю зачем. Ну вот. Вот третий вариант. Да. То есть, и он предложил посадить его волосы, мертвыны, посадить в подполе. Угу. И что там? Там они увидели, когда они налили туда воды, вырос резко гриб. Злой гриб. Щич-губи. Щич-губи – это гриб, который растёт на гнилушках всяких. Не знаю, как это по-русски, есть ли. Да. Какой-то щич-губи ослен эксей. Да. А, эксей он сказал, да, эксей? Да. Говорил. Эксей. Да, и солонимус пурышьер. Звали его пурышьер. Серая голова. Седой. Ну или седая, да. Так. Потом, по-моему, Буко заболел. Я просто вам ещё здесь написала фразы, которые там встречаются или помогут. То есть он ест дерево, да, сглатывая ест дерево, не луны сглатывает. У эс-щины есть дерево, то есть он ест дерево сглатывая. И он ещё говорит, что вы меня вовремя напоили. Ага. Да? То есть дырья. Вовремя – это дырья. Дырья. Вовремя напоить. После этого он проголодался. Я говорю, что он не просто ест, а что он как-то прям грызёт именно. Какое-то она слово употребила такое. Не просто ест. Дырьяны. Дырьяны. Грызть. Да. Угу. Умой. Но тем. И там Моко начинает расстраиваться, что он но тем несообразительный, по-моему, так было. И они вот… Давайте я перенесу нам на следующий слайд. Ой, я ещё там не переписала. Сейчас я вернусь. Ну, это я же обратно это восстановлю. То есть вот, он начинает расстраиваться Мокой, что что же они натворили. И там такая была фраза, что мы нашалили, мы напроказничали, нам же и брать слово, нам же и отвечать. Вот кылкутуны отвечать. То есть мы… Иртаманы, да, помните этот глагол? Безголовничать буквально, проказничать. Мы напроказничали, мы же и будем отвечать. Мне кажется, это Буко сказал в ответ на предложение Мокоп хозяевам нажаловаться. Что-то такое было, нет? Что-то было там с хозяевами, но я нюансов сейчас не вспомню. А, нет, там было так, что ой, хозяева не обрадуются. Да, что такое, да. Да, и поэтому Буко старший, наверное, сказал, мы нашалили, напроказничали, мы и будем отвечать. Вот. И… Вот так, наверное, да. И они что придумали? Они придумали… Они придумали, что разыграют сценку. Якобы Буко заболел. То есть Буко ему говорит, залезай в кровать, залезай под одеяло, делай вид, что ты заболел. Можно притворительное наклонение. Да, вещам ящиками, да. Можно сделать притворное. Вот. А этот щич Губи повторял. Моне номеринно удворно. Меня ничем не победишь. Ну, только там не врач, а враг. Монтуш Моне. Хотя слова родственные, конечно. Вот. И Моко начинает у него спрашивать, ну, все равно же у тебя есть какой-то враг. Как ты ведь? Можно тебя победить? И щич Губи говорит, ну, ладно, я только вам скажу, что мой враг – это горячая зола. Пешпень. Пешпень. Вот. И он начинает включить караул с узкишко. Да, там караул с узкишко, караул я сгораю, я горю. Вот. И тут начинают эти радоваться, что о, ми, вор, ми, мы, мы победили. Быть цены уничтожить, да, тут можно тоже этот глагол ставить. Моко, как обычно, начинает прыгать. Вот. По-моему, он опять начинается у него такая самобичевание, что я ни на что не годный. Мон номерный яранте. Но у него недолго эти самобичевания происходят. Следующая серия. Вот. И друзья всегда должны помогать друг другу, говорит Боко. И Боко в конце говорит, ой, они уже легли спать, он говорит, ты еще будешь мной гордиться. Тон монен, монен, монен. Данья шкод. Тон монен данья шкодна. Мон одной вещь, то я обязательно найду ум. То есть я поумнею. Ну, кстати, это последняя серия, по-моему. Да, только три серии там. Умой. Ну что, давайте все ку-куцком. Так. Ма, путь ку-куцка, пожалуйста. Ну, да, да. Боко, но Моко и жены ущиллям, да? Так, наверное. И жены ущиллям спать? Ущиллям зи. Ну, да. Нош Моколенко тиз шумаз. Катиз шумаз. Катиз шумаз. Катиз шумаз. Моко... Моко сайкем, но... Сайкас. 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 Сайкану. Сайкану. А, сайкам, нош Йон Йон... Ища... Йон Йон... Как искал-то? Учаны. Учаму. Да, учаму. Искать. Да. Как это? Ушел искать. Учаны... МНМ, наверное, да? МНМ, да. Учаны МНМ. СО ХОЛОДИЛЬНИКЕН КЫШКЕМ. Так. Испугался холодильника? Да. Управление у нас лэщ разделительное. ХОЛОДИЛЬНИК КЫШКЕМ, но... Кышкам. Кышкам. Кышкам, но... Как это? Эй, эй, ищен. Да. Или не трогал. Угу. Но... ВЫЛЫСАМ. А, ВЫЛЫСАМ. ВЫЛЫСАМ. Угу. УМОЙ. НОЖ... 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 Да. Давайте я следующему дам уже слово. Вот, можно сказать БЕРЕ, БЕРЕ, МОКО, ЛАИ. Он вообще никого не слышит, кроме себя. Давайте Артему дадим слово. Артем. То есть мы можем здесь добавлять слова, связки, СОБЕРЕ, СОБЕРЕ, ПОТОМ, да? Угу. СОБЕРЕ, МОКО, УЧКЕМ, ЛАРЬ, 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 УЧКЕМ. НАЙТИ, МОЖНО, АЧНЫ, УВИДЕТЬ, УЧКЕМ, СМОТРЕТЬ. Да, смотрите, АДЖЕМ, да? Угу. АДЖЕМ, НО... ЗАЛЕЗЬ ТУДА. ЗАЙТИ, ЗАЛЕЗЬ ОДНОЕ ТОЖЕ. Ага. НО, ПОТТЕМ... А, НОВЫХАДИИ, АНТОНИМ ПЫРЫНЫЙ. А, ДА, ПРМ... Да, можно сказать, он его открыл и упал туда. А, МОЖЕТСКАЯ, УСЮСА, ПРМ. То есть, падая, вошел. ТОГДА, ЗАЙДЯ, УПАЛ. А, АГА. ЗАЛЕЗАЯ, УПАЛ. Каким образом он туда упал? ЗАЛЕЗАЯ В ВАРЬ, Он УПАЛ. ИЛИ КОГДА, ДАЖЕ ЛУЧЕ, КОГДА ОН ЗАЛЕЗАЛ В ВАРЬ, Он УПАЛ. Угу. ПЫРЫКУ УЧЕМ. ВАРЕ, 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 да? ВАРЬ ЗАЛЕЗАЯ, ВАРЕ, ПЫРЫКУ УЧЕМ. Угу. ИДАМАЙ ПОСЛЕДНИЮ КАЗУ. МАР ВАРЫН, МАРВАЛ ВАРЫН. ЧТО БЫЛО ВАРЕ? ПЫШ, ЛАРЕ, ВАРЫН. ПЫШ, ВЛЭМ, ВЛЭМ АГДА, ВЛЭМ АГДА. Угу. А, тут ещё я, кстати, один суффикс. ПОЭТОМУ. А тут нету даже такой. СОИМИК, да? ПОЭТОМУ. Есть ещё такой сырик. СОИМИК, ПОЭТОМУ. 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 ПОЕТОМУ. ПОЭТОМУ ОН СShouldYMU. ПОЭТОМУ. 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 то есть мы знаем глагол это был тогда так а стоим со тадьи луэм тадьи луэм тадьи луэм улой так ахтём маша у коди из юртыны о тем бок о но мако учам мако ес уча ныкудзь кем начали со мако ес ларь ин аджем ларищ аджем обхода на шоу откуда купил откуда но юртем мако ес выбраться выбраться что что а выбраться вот и не мако ес юртем кому помог только дательный должен быть поддержка боколы лы боколы боколы юртем боколы по ты не юртем ты не юртем так что там было сейчас я уже тогда передам слова тёме вспомните он сразу не узнал его вот я даже добавил глагол что нет не узнал то есть кинтон тёма что там дальше произошло то есть этот рассердился сразу не узнал мако рассердился мако сказал что ты злой потому что у тебя волосы как иголки надо тебя постричь вот тебе до вот эта задача алё тёма здесь я думал как сказать мако не узнал мако глагол вот глагол тут есть надо сделать отрицательную неочевидную форму ну тёма передать слово другому да давайте надя вот это конечно подстава а тут а а да точно где звал где звал тэдювам 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 да вэлэм а я не помню как он там всё-таки всё-таки он его нашёл всё-таки он его понял ой всё-таки узнал а а а а а мако верам что он мако что мако мако шуи сал а мако верам что мако шуи сал а сэберэ мако что е отиск под тем под тем но поругал, наверное, у него чуть-чуть чуток наверно да куареттен а А как же злой будет? Лек. Лек? Вот. Лек. А как-то еще говорят? Амала не говорят? Ну, это плохой. Это плохой. Ага. Плохой не обязательно стоит. Моко верам, боку лег. И легшуюся. И стое тяжклины куле. Что нет. Юля. Ой, я заблудилась, извините, отвлеклась. Да, что его надо постричь. Что надо постричь. Ну, сейчас процесс стрижки, что себя не узнали, что волосы не зубы вырастут. Давай посадим их в подполе. Это уже решили, да? Это уже было? Нет. Это мне нужно сказать. Это тебе нужно. Нужно тебе сказать. Ответственная задача. Так. То есть его уже подстригли? Я правильно? Нет. Надо подстригли. А, что надо подстригли. Уже решили, что нужно подстричь. Да, но еще не стригли. Еще не стригли. Так. Значит, моко. Боко. 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 Ест, наверное. Что нет. Чишки. Чиш. Чиш. Кем? Чишки. Чишки. Соберя. Боко. Сэчиз. Ест, од, мам. Угу. Вел, тот, мам. Да, если мы делаем. Не очевидно. Мам. Ярам. Ну, естественно. Как будет по-удмуртски? Естественно. Естественно. Боко. Ерис. Курлоэм. Боколэн. Ерис. Курлоэм. Да, это у нас включательная конструкция. У Боко голова рассердилась. А, Боколэн. Ерис. Курлоэм. Угу. Угу. Как будет оправдываться? Ну, нету такого слова. То есть, скажи просто. Моко сказал. Вирам? Да. Моко верам. Ершипеневел бодоз. Угу. Предложить. Дем ланы. Дем ланы. Предлагать. И нодем лам. Угу. Мер. Его волосы посадить под пол. Ерыз. А, нет, это голова. Так. Вот. Вот оно. Ерши. Да, но только его. Ерши. 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 Твой любимый аквазатив. З. Ерши-зэ. Ерши-зэ. Мер-тоно. Угу. Или дем лас. Мер-ты-ны. Мер-ты-ны. Предложил посадить под поле. Там не нужен никакой союз. Так. Мер-ты-ны дем лам. Ерши-зэ. Мер-ты-ны. Гул-беч. Гул-бече. Шо-мер. Гул-бече мер-ты-ны дем лам. А тут еще желательно бы сказать боколэш и рши-зэ. Потому что оба про третье лицо и непонятно чьи волосы. Чьи волосы боколэш, да. Боколэш и рши-зэ. У мой. Марк. Дальше уже про царя грибов, да? Дэн, дэн. Ну, может, что в то время это тадырья. Соку. А, соку, 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 шиш губе ослен, эксээз, пурыш гирнимо, губе чиш потем. 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 А про воду. Но верам. Тужу, но верам. Тужу, мой. Так, он не слышит, но кроме себя. Тужу, мой. Ти дэрис дэрья, муне люкта ды. Угу. Люкта ды. Да, вот тут можно было добавить, что... Допустили важную, что водой полили. Какую? Он выкинул туда склок волос и полил водой. А, ну это не я должен был сказать. Что это? Это ты должна была сказать. С чего это? Меня остановили. Поэтому это твоя... Ничего не знаю. Юля, давай ты эту часть скажешь. Остатимся назад, скажешь эту часть. Ну, я за радость только. Давай. Только замолчи, пожалуйста. Так, муко. Мне, конечно же, нужно помочь сказать, как будет поливать. Давай, давай ты попробуешь сформировать, да, по-русски. Киштене. Будь киштене. Лить в воду. То есть, куштене это бросить. Муко. А, нет, не так. Муко. Ярщи. Зе. Куштен. Гулбеч. Гулбече. Куштен. Супер. Угу. Буки штем. Буки штем. Угу. У мой. И... Вот. И дальше уже... Ну и дальше Марк вошел. И дальше уже у Марка, да, что вышел этот. И одно еще предложение. Марк, скажите, потом передадим дальше Артему. Что вы вовремя меня напоили. Марк пропал, видимо, да? Микрофон у него отключен. Ну ладно, Артему тогда передается слово. Марк, а я не понял, что делал щич губи? Вот этот царь. Эксей. Угу. Щич губи. О, ЕС. Щи Эм. Поэз. Угу. Поэз. Можно сказать, вот, либо добавився сглатывая или грызя. Елверево. Ир... Исса. Щи Эм. Еръеса. Щи Эвэм. Угу. У мой. Угу. Так, дальше. Тагуби. Пел Кылы... 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 Кылыжем. Кырджам. Кырджам. А веселая как будет? Шулдыр. Шулдыр. Песня. Ну, Кырджан. Кырджан, да. Угу. И Марсо Кырджавал. То есть, он пел, что... Мне кажется, вот эту фразу он пел. Угу. Или Кырджавал, может. Пе, могу здесь сказать? Что Пе? Ну, если бы нам кто-то это пересказывал, то да. Но мы это сами как бы видели в мультфильме. Поэтому, если бы нам кто-то пересказывал это, то можно было бы. Тут слова третьего лица передаются. А мы как бы рассказываем о третьем лице просто без посредника между нами. А, ну да, всё, понял. Угу. Умой. Маша. Так. Брюк спел? Да, вот он спел, и на это... Вот мы напроказничали, но мы же и будем отвечать. Раз они напроказничали, можно так сказать, то и отвечать будут они. Это Ке, да? Форма Ке и Бере. Нет, Бере, Бере, да. Бере. Моко на Боко, ерты, 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 ерты малямзыки. Бере, да. Так, ес, это... Если, бере, то бере лучше. Берки малямзы, бере. Кыл... Кыл... Кылкутилямзы. Кылкутозы. Сосик, кылкутозы. Они же и будут отвечать. Сосик, кылкутозы. Марусь, очевидно, нужно сделать просто. Это будущая уже форма. Раз они им напроказничали, они будут отвечать. Я думала, все так же осталось, как очевидно. Собери, Боко, Валесе, Вдам. Вдэм. Дэм. Дэм. Но... Притворяк. Угу. Тут вот есть такой притворный суффик в подмодском языке. Но тут я не знаю, как его правильно употребить. В значении, что он делал вид, что он болеет. Да, вишемьящ кыны. Например, так можно вишемьящ кыны, куцкем. Наверное, так. Он начал делать вид, что он болеет. Боко вишемьящ кыны, куцкем. Но губи, шо и са, моне, но мэри, но удвор мы. Но ж губи, там, типа, говорил, что его ничем не поведешь. Но ж губи, там, шо у са это говоря, или что он, да? Да, шо не. У мой. Тёма, будешь что-то говорить или нет? Ну, давайте попробуем. Давай. Они там дальше гриб побеждают. Да, то есть гриб говорит, что всё-таки у него есть один враг, это зола. И Моко кидает на него золу. То есть вот можно отсюда взять глагол. А он же не сам рассказал. Сам. Сам. Он сказал по секрету. Типа по секрету, да. А как в Кипре будет? Кес-кич. Сейчас напишу. Кес-кич. Кес-кич. Кес-кич Моко. Кес-кич Мач-кич. Как победить? Вормены. Да, вот тут. Кес-кич Мач-кич Мач-кич Мач-кич. Кес-кич Мач-кич. Как там это? Сеч-кич Мач-кич. Давай еще раз, вот я не очень расслышала, то есть хитрый Моко узнал у гриба, как его победить, да? Да, как гриб победить. Как? Это может быть и вопросительное слово, и союз между двумя предложениями. Давай еще раз. Кискич Моко. Кискич Моко. Кискич Моко. Вормены? Вормен. Кискич Губиез Вормен. А я первый раз сказал кыча. Ну вот я поэтому и просила повторить, потому что я не поняла, что это за слово. Можно сказать, оказывается, грипп боится горячей золы. То есть чтобы не вот через эту форму, а попробовать делать своё. Пышканы, да? Супик самуэйш. Как сказать, грипп, оказывается, боится горячей золы. А как будет оказываться? Так оказывается, это не очевидная форма прошедшего времени. Ещё раз. Это не очевидная форма прошедшего времени. А, всё, понимаю. И какое это слово должно быть? Кышкам. Кышка, БЛМ. Тут у нас длительное, поэтому Кышка, БЛМ. Мы такого не проходили. У нас было, что... У тебя, может, не было. Мы проходили... Я рассказывала про разные формы прошедшего времени. То есть Кышкам, это один раз он испугался. Ну, мы рассказывала, но мы это так, по верхам посмотрели. Ну, периодически вот так говорю. То есть он боялся горячей золы. И давай вот, что... У штаны... Ну, даже тут пеньки штаны. Обычно золу сливают. То есть полил на сисьгубе золу горячую. Поэтому, то есть Кышка, БЛМ. Поэтому, СОИНИК... СОИНИК... СОИНИК, это поэтому? Угу. СОИНИК, МОКО, ПОШТИСА, ПОШПЕНЬ, НО КИШТЫНЫ, ШИШГУБИ ОС. Давай разбираться. СОИНИК, МОКО, ПОШПЕНЬ, НА ШИШГУБИ. КАК БЛОТ НА ШИШГУБИ. ШИШГУБИ. ВЫЛЭ. ВЫЛЭ. ЧЕГУБИ ОС. ШИШГУБИ ВЫЛЭ. И глагол КИШТЫНЫ в неочевидной форме. КИШТЫНЫ. КИШТЫНЫ. ТЕМА? ТЕМА. КИШТЫНЫ. 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 ТОЕСТ, ЕЩЕ РАЗ. ПОЭТОМУ ОН ГОВЯДЬНЫЙ СОЛУ. СОИНИК, МОКО, ПОШПЕНЬ, КИШТЫНЫ, НО ВЫЛЭМ, ШИШГУБИ ОВА. НЕ. ШИШГУБИ ОВА. ШИШГУБИ ОВА. ТОЕСТ, ШИШГУБИ ВЫЛЭ. НА ШИШГУБИ. НА, В ВУДМОРСКОМ ЯЗЫКЕ НЕСКОГОВ, ИХ БУКВАЛЬНЫЙ СОЛУ. ИХ БУКВАЛЬНЫЙ СОЛУ. ИХ БУКВАЛЬНЫЙ СОЛУ. БЕН и ЧИГИНЫ. ТЕМ, ТЕБЕ ПОНЯТНО? ДА. И ЧИГИНЫ, ОН ЖЕ СКАЗАЛ, КАНЯКЕ НЕМНОГО. УМОЙ. И НАДЯ. ДАВАЙ, НАДЯ, ЗАКРОВАЙ. СТОИГУБИ. УГУ. А МНЕ ДОСТАЮТСЯ МУДРОСТИ, ГДЕ НАДО ПАЛЬЧИК ВЕРХ ПОТОМ. ДА, 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 ЭТО ОЧЕНЬ ЦЕННО. О, Я НЕ МОГУ. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КАК ТАМ ЕМУ СКАЗАЛ. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, А, ЧЁ? ВИДЕО ВКЛЮЧИ, ЧТОБЫ ПАЛЬЧИК. ОЙ, НЕТ, Я С ТАКОЙ ГУЛЬКОЙ, Я С ГУЛЬКОЙ В ОЧЕНКОХ, НЕТ. С КАКОЙ ГУЛЬКО? Я ТОЖЕ С ГУЛЬКОЙ. НЕТ, ХОМСТАЙЛ, ОН ТАКОЙ, СЛИЧКО МИТИМИТИ. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КАК СКАЗАЛ БОКО. БОКО СКАЗАЛ ЕМУ, ЧТО ТЫ НЕ ДЛИ БУДИНЫ КУЛЕ, ТОН ПЮТИК, СОКУ ВИЩ АЧИСЬ ДО РАЗ ЛИКТОС. ДО РАЗ ЛИКТОС. ТОЕСТЬ ТЕБЕ ЕЩЕ НАДО РАСТИТЬ, И ПОТОМ ПОУМНЕЕШЬ. ДО РАЗИТЬ, ПРИЧЕМ ТАК ПРИКОЛЬНО, ЭТО, НЕ КАЖТО, ФРАЗА ВОТО ЧЕМ ПРИКОЛЬНО, ВИЩ, А, ДА, ВИЩ, АЧИСЬ ДО РАСТИТЬ, ТОЕСТЬ, УМ САМ ПРИДЕТ К ТЕБЕ ТОМОЙ. А У ДМУРТОВ ТАК ВСЕ, ГОЛОВА САМА БОЛИТ, ЖИВОТ ХОЧЕТ ЕСТЬ, УМ ПРИДЕТ. НИЧЕ НЕ НАДО ДЕЯТЬ, ТА. ПОДХОДИВ БО ВОН САМ, ДА, ПОДХОДИВ БО ВОН САМ. Ну, ТАКОЕ МИРОВОСПРИЯТИЯ, ВСЕ ПОМИМО НАС. БО ПО МОКОЛИ ВЕРАЗ, СТО ПІЧІ, ШУЙСА. СОЛИ БУДЕ НИКУЛЕ, И СИБЕРЕ ВІЩ, АЧИС, СОДОРАЗ ЛЮКТОС. СОДОРЫ, ИЛИ ДО РАЗ. ЛИБО ДО РАЗ, ЛИБО СОДОРЫ. ПОТОМУ ЧТО ДО РАЗ, ЭТО ЗЕ УЖЕ УКАЗЫВАЕТ НА СО, И ОБЫЧНО ОНИ ИСКЛЮЧАЮТ ОДНО ДРАГОЕ. СОДОРЫ, ДА, ЛУЧИ? ДА. Ну, ИЛИ ДО РАЗ. ЭТО ОДНО И ТОЖЕ. ЛИБО СОДОРЫ, ЛИБО ДО РАЗ. А, АГА, ХРОШО. МОКО САБЕРЕ ИЖИЛЯМКУ. Ну, КОРОЧЕ, ОНИ СПАЛИ, А МОКО В ЭТО ВРЕМЯ ДУМАЛ. ИЖИКУЗЫ, ТОГДА, ИЖИКУЗЫ. А, ИЖИКУЗЫ, ИЖИКУЗЫ, МОКО МАЛПАМ, МАЛПАМ, БОКО СОЛЕН, ТАНЯШКОТ, ТАНЯШКОТ, НЕДО, А ВОТ КАК СКАЗАТЬ, ЧТО ОН, БОКО, БУДЕТ ИМ ЕЩЕ ГОРДИТЬСЯ. МОКО МАЛПАМ? А, СОИ. АЛЛО. 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 НАДЯ ПРОПАЛА. Ну, ОНА ЕСТЬ. НЕ КАЖЕТСЯ, СВЯЗЬ ПОТРОХАЛАСЬ, НАМА, ДА, НАДЯ? А ПРОПАЛА, ПОМОМА, ДА. ТОЕСЬ, ЕСЛИ, ДА, СЮСЛЫШНО. ТОЕСЬ, ТЫ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЛИБО ПРИМУЮ РЕЧЬ, КАК БЫ ПОСТАВИТЬ ДВЕОТОЧИЕ, ТЫ ЕЩЕ БУДЕШЬ МНОЙ ГОРДИТЬСЯ, ЛИБО ТЫ МОЖЕШЬ ЧЕРЕЗ ШУЛУСА СКАЗАТЬ, ЧТО ОН ЕЩЕ БУДЕТ ИМ ГОРДИТЬСЯ. СМОТРЯ, КАК ТЫ СДЕЛАШЬ. А МОЖНО ТО СЛОВО, КОТОРОЕ ГОРДИТЬСЯ? ДЫР? ДАМ ЯШКНЫ. А, ДАМ ЯШКНЫ. О, ДАМ ЯШКОЗ. УГУ. ШУ НЕ, ДАМ ЯШКОЗНА, ЕЩЕ БУДЕТ ГОРДИТЬСЯ. ТАУ, ВАНЬ МЫЗ, ДА? ВСЕ БОЛЬШЕ НЕ ХОТИХ ПО ЭТОМ ПО ВОДУ КОМЕНДАРИТЬ? В КОМЕНТАРИЯх. ВОКО, НУ МОКО МУЛЬТФИЛЬМЫ БЫЛИС. У нас ВОКО и МОКО МУЛЬТФИЛЬМ ЗАКОНЧИЛСЯ. СЛЕДУЩИЙ МУЛЬТФИЛЬМ БУДЕТ НА ОСНОВЕ ВОДУРДСКОЙ МИФОЛОГИИ, КОЛДЫЩИН. БУДЕТ ЛЕГЧЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ БУДУТ ТИТРЫ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ. БУДЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? ż РУССКОМ. ЧТО БУДЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ? БУДЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Вот, ну и вышли вам домашние задания, и Арня Улысай, через неделю с вами тогда встретимся, хорошо? Пришлю предложение на перевод, вот как раз, чтобы вы немножко отработали вот эти союзы. Давайте, давайте. И также надо будет доделать из Марин Лыща упражнение «Надея причастия» и из предложения на перевод, хорошо? Вот, Тау Баджин, спасибо большое. А Арня Улсай. Тау. Опа. Сейчас запись ловим.